Вещи, в которых тренировались, побеждали и стояли на подиуме новосибирские чемпионы, покажут в музее олимпийской славы. В обновленной коллекции кубки, медали, награды как ветеранов спорта, так и ведущих атлетов современности. Всего 7 тысяч экспонатов, рассказывающих историю становления и развития новосибирского спорта. Станислав Якушевич, один из первых, увидел новую экспозицию. Экспозицию обновленного музея готовы показать зрителям. Осталось закрыть витрины, выложить на стендах коллекцию значков и разместить под некоторыми вещами информационные таблички. Сохранением и систематизацией коллекции музейщики занимались 8 месяцев. Работа была титаническая и кропотливая. В старом музее спорта на экспонаты никаких документов не заводили. Теперь, я думаю, начнется такая большая поисковая работа. Коллекция приобретет каждый предмет свое наименование. Свою легенду бытования. Обновленный музей олимпийской славы обрел государственный статус и стал филиалом краеведческого. За годы существования он сменил несколько площадок. От стадиона «Спартак» до библиотеки колледжа физической культуры. Там коллекция едва не погибла. Спасли ее музейщики и спортсмены. Нам работники звонили и говорили, вы забирайте экспонаты. Вот я говорил, я не заберу свои экспонаты, потому что я верю, что музей будет. Хотя так время шло, а музея не было. Сам Виктор Маркин передал в музей свою спортивную майку с номером, в которой выиграл финал бега на 400 метров на Московской Олимпиаде. А еще тут есть сабля Станислава Познякова, борцовская форма Александра Карелина, шиповки Андрея Перлова. В собрании кубки, медали, фотографии тех, кто ковал Олимпийскую славу Новосибирска. А вот предметов, представляющих тот или иной вид спорта, пока не хватает. Можно сказать, мало фотографий только. И я прямо такая думаю, да у меня же лежит мой парадный костюм с Олимпийских игр 92-го года. Хотя, кстати, там нет герба Советского Союза, не России. Так даже без гимна, без флага вот мы в то время были. Коллекция будет обновляться, надеются сотрудники музея. И поступления ожидаются скоро. На открытии музея вместе с ветеранами спорта приглашены участники Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Они-то и обещали подарить музею новые экспонаты. Станислав Якушевич, Олег Королевец, Новосибирские новости.